Дай почитать. Мифы от Велеса и Мокоши до Птицы Сирин и Ивана Купала, а еще кельтские, индийские, египетские, греческие, римские, скандинавские мифы. Очень объемная, хорошая серия, прекрасно изданная, иллюстрированная, с обширной библиографией и даже списком литературы для дальнейшего чтения. А еще со вкусом подобран цвет. Например, японские мифы. Чудесный розовый, с золотым сакурой, жравлями, драконами. Но мы поговорим о румынских мифах от выркалаков и фараонок до мумы-педури и дракулы. Автор Наталья Асяну. Оформление страстный бордо. Советские читатели, а жили мы без иронии и ерничества в самой читающей стране мира, хорошо были знакомы с национальными литературами и фольклором, в том числе с молдавским и румынским, как народными сказками, так и литературными. Однако, с точки зрения массовой культуры и среднестатистического читателя, сегодня не заинтересованного в посещении университетских библиотек, ситуация выглядит совсем по-другому. Фактически, румынский фольклор, мистика и магия свелись к образу Дракулы, как будто Трансильвания – это и есть вся Румыния. А все благодаря роману Брэма Стокера со всеми продолжениями, подражаниями, экранизациями и адаптациями. Но, к сожалению, все это имеет очень мало общего и с Румынией, и еще меньше с Трансильванией. А ведь есть еще румынские мифы, связанные с Александром Македонским. Из книги можно узнать, как римская и византийская культуры повлияли на римскую мифологию. Также можно узнать о мировом древе, субботней воде, где обитают герои румынских мифов и сказок. Познакомиться с духами, которые населяют и олицетворяют четыре общеизвестные главные стихии – огонь, воду, землю и воздух, а также природу, время и болезни. А потом встретиться с главными и второстепенными героями румынских сказок. А еще позже со стригоями, саламонарами, калушарами, чешуйчатыми, крылатыми, мохнатыми, колдунами и ведьмами 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!